Пожалуй, одна из главных интриг скрывалась в штабе Союза Либералов. В начале лета, почти сразу же после коррупционного скандала вокруг бывшего главы партии Лигиуса Масюлиса, политологи не давали либералам никаких шансов преодолеть 5-процентный барьер. Первые результаты показали, опасения каким-то чудом оказались напрасными. Избиратели либералов простили. Возможно, именно из-за этой атмосферы абсолютного счастья в одном из ресторанов Фильмиса царило хмельное веселье. Особенно толерантные, уважающие своих сограждан и, без сомнения, культурные члены партии настолько были рады, что сами захотели попасть в наш эфир. Еще в начале этого года движение либералов называли основными конкурентами социал-демократов, а председатель партии Лигиус Масюлис, вероятно, мог бы стать и премьером Литвы. Мы отдельно остановимся на этом эпизоде. Влюбленным в чистый русский мат оказался член самоуправления Вильнюса от либералов Аудронюс Имбрасес. Мы сейчас видели, как он скакал у барной стойки, богато уставленный алкоголем. Человек хочет обратить на себя внимание. Нам не жалко. Итак, Аудронюс Имбрасес, бывший артист театра оперы и балета, организатор международного фестиваля «Новый Балтийский танец», директор знаменитой «Минус Паустове», без сомнения, человек исключительной культуры, толерантный либерал и танцует талантливо. Давайте еще раз посмотрим и послушаем вокал. Как говорится, без комментариев. Однако вопросы к лидеру партии у нас все же оставались. Ремидище Мачус подтвердил, главным союзником для его партии остаются консерваторы. А ценности, главные ценности, они в правах человека. Без сомнений, мы хотели бы видеть в правой коалиции уважение к правам человека. Фаворитов у нас нет. Традиционно мы, конечно же, будем говорить с консерваторами, также с крестьянами. Наши двери открыты, а время покажет, какие идеи будут выложены на стол переговоров. Мы понадеялись, что идеи будут не в той манере, которую озвучил танцор ранее. Под правами человека и уважения подразумевается нечто иное. И отправились консерватором. В одном из фешенебельных ресторанов столицы было тесно как никогда. Но больше всего в глаза бросалось действительно большое количество интеллигентного вида молодежи. Мы думаем, что действительно Литве нужны перемены. Нужно качественно другое правительство. И тогда будем решать, кого выберем в правящую коалицию ради работ, а не постов. Поэтому естественно, что нашими партнерами станут либералы. Также видим, что крестьяне могут сыграть важную роль, освобождая сельскую местность от монополии партии труда и социал-демократов. Тем временем в штабе Союза крестьян и зеленых политики прильнули к экрану телевизора. Многие обсуждают явку избирателей. Кстати, эта партия единственная, у кого в штабе на столах не было алкоголя. Но зеленые есть зеленые. Наконец появились первые результаты выборов. И плюсовые данные для кандидатов оказались вполне ожидаемыми. Председателя в штабе не оказалось. Мы обратились к одному из лидеров партии. Мы радуемся результатам и благодарим граждан Ритвы, которые услышали наши призывы и доверяют нам. Мы понимаем, что на нас ложится большая ответственность сейчас. Перед выборами мы сказали, что мы будем работать с партиями, для которых ценности прежде всего. С партиями, у которых проблемы с правоохраной не будем. Это порядок и справедливость и партия труда. С другими силами мы готовы работать. Самое главное договориться, чтобы в министерствах работали профессионалы, а не политики. Если в штабе главной темной лошадки этих выборов царило приподнятное настроение, то в штабе партии порядок и справедливость, напряженное ожидание и осторожный оптимизм. Ведь этой партии еще нужно преодолеть 5-процентный барьер. Хотя к часу ночи этот барьер был преодолен. Пока еще рано нас поздравлять, но на основании первых данных результат хороший. Но говоря о выборах, то председатель нашей партии был прав, говоря о том, что эти выборы не демократичны. На протяжении 4-х лет Сейм так и не осмелился изменить Конституцию, чтобы Роланда Спарса смог баллотироваться в кандидаты Сейма. А цель нашей партии – благополучие ритвы. И если эти идеи и цели совпадут с другими партиями, то почему бы нам с ними не работать? Когда в избирательной гонке вырисовались два лидера – крестьяне и консерваторы, в штабе правящих социал-демократов воцарилась уныние. Как сказал лидер партии Альгардас Буткевичус, заручиться поддержкой электората всегда сложнее правящим, чем оппозиции или новой политической силе. Зампредседателя Альгардас Сисас предрек победу на выборах крестьянам и зеленым и не исключил возможности, что с Ацдемом придется уйти в оппозицию. С этим вопросом следует обратиться к господину Карбаускису, а не к Альгардасу Сисасу. Мы будем сотрудничать со всеми. И если даже мы будем работать в оппозиции, мы будем конструктивной оппозицией. В штабе социал-демократов наша съемочная группа также встретила гостя из другой, пока еще правящей партии, трудовикам Валентинеса Мазурониса. Накануне голосования лейборист высказал надежды, что его партия станет, если не доминирующей силой в парламенте, то хотя бы одной из главных. Правда, уже к утру стало ясно, что этим планам не суждено сбыться. Партия труда не перешагнула 5-процентный барьер, а сам Мазуронис подал в отставку. Мы, несомненно, собираемся работать вместе со всеми избранными членами Сейма. Наши парламентарии пойдут на сотрудничество, будет командная работа. А тем временем немало поводов для оптимизма было у партии Вальдемара Томашевского. Предварительные результаты показали, что избирательная акция поляков Литвы, Союз христианских семей, с уверенностью прошла в Сейм с пятью мандатами. Кроме того, сразу две победы в одномандатных округах. Итого уже семь кресел Сейма. Уже вчера выяснились первые планы партии насчет формирования коалиции. Мы скептически смотрим на коалицию с консерваторами. Конечно, это им не нравится. Кубинец уже объявил в телевидении, что мы не проходим в парламент. Но я думаю, что это не Кубинец будет решать. И я думаю, что здесь фальсификации никакой не будет. Избирательная акция поляков Литвы на прошлых выборах стала настоящей сенсацией. Социологи не давали партии ни единого шанса. Что, впрочем, не помешало соратникам Вальдемара Томашевского перешагнуть 5-процентный барьер. Похоже, что и сегодня, спустя 4 года, удача улыбнулась партии. Сергей Шалкин, Ирина Высокович, Гарри Сербл, Мартинос Витсбелес, Первый Балтийский канал.